здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор во вкладке сообщества я спросила у вас кого мне разобрать и как раз совпало вот буквально в эти сутки произошла встреча эрдогана и путина в сочи и многие из вас попросили разобрать именно их поэтому я не откладывая дело в долгий ящик решила это сделать итак давайте наблюдать за героями так значит куда мне себя поместить чтобы не мешать я в стороночку уйду как обычно свое обычное место да давайте по поводу того какие аргументы были приведены в начале их встречи когда они только встретились и вот это вот первая встреча я нашла видео и я нашла итоговую встречу итоговая пресс-конференция и какие в итоге были как договоренности и вообще какие можно делать выводы после их встречи об этом поговорим уже после того как все это рассмотрим и так первый фрагмент то есть путин а в данном случае первым аргументом выставляет то что мы приносим вам много денег имейте это в виду но каждый из участников пришел со своими аргументами вот эти аргументы они озвучивают и наблюдаем внимательно значит во первых слушаем что они говорят потому что те аргументы которые они озвучивают это и есть то с чем они пришли да и поэтому очень важно понять с чем пришли ну то есть это те козырные карты которые они принесли и которыми могут располагать да в этой игре переговорной и в данном случае первая карта которую будет разыгрывать путин это то что россияне россия приносит много денег турции ну потому что идут торговые отношения то есть вот это очень важный аргумент потому что он был приведен в первую очередь области металлургической промышленности развиваются отношения и имеют очень хорошую перспективу вот смотрите при этом кстати он не так воодушевлен он просто перечисляет вообще в принципе изначально путин не был так воодушевлен как ну забегая немного вперед уже на итоговой пресс-конференции что-то у них там произошло такое что все-таки путина порадовала а значит смотрите как он это произносит он смотрит в пол он старается не показывать свои эмоции но как правило когда люди смотрят в пол это либо чувство вины либо попытка спрятать свои настоящие эмоции вот но я все-таки считаю что здесь много подавленности видите рук рука держится в паховой области что говорит о подавленном состоянии поджимает подбородок когда говорит губы на вот сейчас мы посмотрим как он это будет говорить да вот смотрите и досада и поджимает и подбородок и губы и отвращение и много-много всего и печаль на глазах то есть изначально ой-ой-ой простите я перекрыла все на свете сейчас я переставлю себя секундочку давайте вот вернемся все таки потому что я все перекрыла и так вот его лицо а значит видите да поджимает губы старается конечно держаться ну то есть изначально он довольно подавлен довольно подавлен в области энергетики как я сказал двигаемся очень уверенно следующий этап его аргументов это атомная электростанция и здесь тоже смотрите как много со стороны путина значит зажимов вы видите что когда он говорит об этом он поджимает подбородок потом стимуса договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон станции облизывает губы то есть есть какие-то скажем так что то что надо пощупать да может быть как какая-то возможная прибыль ну либо ну вот как губы мы облизываем когда хотим что-то получше пощупать да соответственно здесь с одной стороны вот поджимание говорит о том что много вложено в это но с другой стороны этом он видит перспективу каких-то плюшек продолжает работать небольшой квалифицированный видите а поднимает челюсть коллектив по 25 тысяч человек и видите когда он говорит о том что большой штат 25 тысяч человек то есть это все оплачивается россии это все оплачивается налогоплательщиками россии и ну естественно это большие расходы и он здесь видите вздох скривился нам есть поговорить о чем с точки зрения обеспечения безопасности в регионе конечно не обойдем не обойдем вниманием вопросы связанные с украинским кризисом вот облизывает губы подходящие слова пытается найти видимо но вот здесь уже пошло больше эмоций то есть сначала он накидал аргументов из-за которых ну скажем с которыми он пришел да а дальше он пошел говорить о спорных моментах да как о которых будет идти именно спор но видите он сначала можно сказать задобрил дал понять имей в виду что вот ты мне это должен я для тебя это делаю и дальше знаю что намеренно поднять вопросы о зерновой сделки мы открыты для переговоров по этому вопросу конечно мы с вами многое сделали для ситуации в сирии я знаю насколько чувствительный то есть мы поговорим о зерновой сделки да и сирия тоже острый момент и здесь я так понимаю что для него это какая-то сила а потому что при этом он челюсть вперед поджимает губы проверяет реакцию то есть ну хотя может быть это просто спорная какая-то тема в которой он будет драться ну то есть вот этот знак что для турецкой республики но и получается что он пришел предъявил два позитивных аргумента из-за которых собеседник должен с ним договариваться да и ну скажем так на те крючки на которых сейчас находится собеседник он озвучил и дальше сказал что мы поговорим о спорных вопросов до спорные вопросы это украинской вот война с украиной но он конечно же назвал это конфликтом и так далее зерновая сделка и по поводу сирии в сирии там вроде как договоренности получше потому что он смелее стал себя вести и здесь уже как бы ну как-то он поувереннее себя чувствует а теперь послушаем эрдогана что какие аргументы он привез и как чем он будет оперировать на этой встрече и первый аргумент он привел негативный первый аргумент с которым он пришел он пришел с предъявлением того что россия ведет войну и в общем то это понятно он пришел с позиции силы так что то перевод не очень слышно но в общем можете посмотреть я просто почему-то в наушниках не вижу не слышу этот перевод может быть он будет в записи да дальше он говорит о том что нам выгодно с иметь дела и задачу которым поставили достичь 100 миллиардов долларов российский занимает первое место среди наших костей вместе со всеми этими данными хочу отметить что самый важный шаг в этом плане кстати турки турции россия я просто знаю турецкий он когда произносил турции россия и локтем отодвинул то есть не очень и ну вот бессознательно он все-таки отталкивает этот союз можно сказать что полису лишь зерновую сделку а дальше он опять-таки негативный аргумент предъявляет да по поводу зерновой сделки ну то есть то с чем он приехал с негативом это по поводу того что россия ведет войну и зерновая сделка да и позитивно а он благодарит российского лидера за то что ему выгодно иметь дела с ним что получится какой будет результат все ожидания я считаю верю что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции миру мы дадим необходимый месяц и особенно это малоразвитым африканским странам будет такой шаг в этом плане имеет иметь большое значение и с другой стороны тоже хочу отметить как известно летний сезон лесные пожары в этом плане вы отправили нам два самолета в борьбе а здесь не знаю слышите вы или нет но переводчик говорит о том что лесные пожары и россия направила два самолета мы бы хотели еще а получить два самолета с тушением пожаров ну то есть мы видим что пришли два лидера у каждого два позитивных момента да ну скажем так относительно позитивные да то есть говорят о совместном чем каких-то совместных действиях которые им обоим выгодны вот и говорят о том какие темы для них спорны и эти темы будут обсуждаться теперь давайте посмотрим чем же все это закончилось по результатам что мы увидим первым выступает путин давайте смотреть удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота подлинно стратегический характер носит российско-турецкое сотрудничество видите при этом он расширяется телом то есть это для него уже бесспорный факт который он еще раз произносит в котором собеседник видит интерес и здесь ну и поэтому это в общем то вынесено на обсуждено на результаты да значит то что мы приносим вам много денег что у нас вот товарооборот там приближается какой-то классной сумме и давайте продолжать в этом духе и мы строим вам атомную электростанцию а это тоже для путина аргумент и для эрдогана это тоже аргумент позитивный в сторону но то есть получается что уже по результатам обе стороны признали позитивность этих аргументов энергетики сразу после февральского разрушительного землетрясения наша страна одной из первых направила в турцию отряда спасателей и медицинский персонал очевидно на каждом аргументе путин расширяется и ну как бы заявляет свои права на то что ну как бы я тебе помогал ты тоже мне сейчас должен что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках это я хотел бы подчеркнуть особо чтобы на этот счет не говорили цена на зерновые продал то есть здесь уже идет прямая манипуляция обесценивание той зерновой сделки о которой они договаривались ранее по причине того что а посмотрите а у нас зерно тоже есть и мы готовы его тоже продавать то есть сейчас на наших глазах происходит вытеснение украины с рынка и в общем то ну конечно это в любом случае вызывает недоумение и негативные реакции но давайте мы посмотрим на реакцию эрдогана по поводу этого желать снижаться физического недостатка в продовольствии нет есть проблемы с его кстати нет и кивает головой но там есть какие-то сложно несложности а что что то есть но ему сейчас надо сказать что нет справедливым распределением это да но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой важно что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса то польза случаем хочу то да значит вот пять аргументов которые привел путин в своей заключительной речи и здесь ну скажем так по всем этим пунктам он расширялся телом он вел себя уверенно а что мне да дало понять что ну по этим всем вопросам были как достигнуты какие-то результаты но давайте послушаем вторую сторону реально ли достигнуты эти результаты если он подтвердит вот эти вот все пункты то значит действительно так оно и есть давайте смотреть также отметить что выразить благодарность за поддержку которая оказала россия в ходе землетрясения в прошлом году то есть по землетрясению подтверждает да и в общем то благодарит дальше торговый оборот между нашими странами достиг 69 миллиардов долларов хочу отметить что мы уверенно продвигаемся на пути достижения 100 миллиардной отметки торговли между нашего нашими странами альтернативные предложения вынесли на повестку дня низ не оправдали ожидания в плане безопасности и других аспектов в турции в городе синоп речь шла об этом городе мы с моим дорогим другом обсудили и строительство 2 атомной электростанции в общем то по всем пунктам он подтвердил стал слова путина при этом читал с бумаги эмоций не показывал я не знаю что он при этом думал как вот скажем делать какие-то выводы по поводу этого я не буду а другой вопрос что конечно же до война войной обед по расписанию вот примерно так вот такие результаты к сожалению не утешительные для меня лично вы знаете какой точки зрения я придерживаюсь но что поделать видимо были на то какие-то основания какие-то причины в общем напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете ну вот вот так вот вы просили я разобрала конечно я честно скажу разочарована но я надеюсь что украина есть какие-то способы найти какое-то другое решение по этому вопросу и ну время покажет я думаю что найдутся рычаги на то чтобы все-таки как-то воздействовать на эту ситуацию но зерновой сделки к сожалению больше нет судя по этой встрече вот такие мои выводы да ну в общем напишите в комментарии что вы считаете не забудьте поставить лайк или дизлайк этому видео не забудьте подписаться на меня если вы впервые попали на мой канал значит до новых встреч пока пока не забудьте подписаться на мой канал